Служба в армии всегда была хорошей жизненной школой. Временем возмужания, зрелости, физической и нравственной закалки для многих поколений молодых людей. В весенний призыв 2018 армейскую эстафету примут десятки юношей города Уварова. Все, кто пришел поздравить новобранцев с началом нового этапа в их жизни, желали им с честью выполнить свой воинский долг и успешно пройти службу длиною в 365 дней и ночей. Провожаю вас на священном месте, не опозорьте Уварскую землю и всю Тамбовщину. Я хочу вам пожелать здоровья, мирного вам неба, стать мастерами своего военного дела, познать братство боевое, приобрести боевых товарищей, умных командиров вам, всего вам самого доброго. Каждый мужчина, кто прошел службу, он уже приходит настоящим мужчиной. И главное, ребята, вам будет что сказать вашим детям. Вы сейчас, конечно, молодые еще, но когда у вас уже будут дети, вы с гордостью будете говорить, что вы свой воинский долг перед родиной, перед страной выполнили. У города Уварова славная ратная летопись. Во все времена уваровцы были мужественными защитниками своего отечества и всегда показывали пример героизма. Продолжать традиции и быть достойными своих предков такова, по словам старших товарищей, главная задача сегодняшних новобранцев. От лица ветеранов боевых действий хочу пожелать вам, прежде всего, чтобы вы, обладевая воинской специальностью, всегда были на страже только мирного неба. Чтобы мы здесь жили спокойно и ждали вас, вашего возвращения. Чтобы отцы командира чутко к вам относились, друзья, чтобы вам попались настоящие. Дай Бог, чтобы те навыки, которые вы получите в армии, стрелять, вести бой, чтобы они никогда не пригодились. В помощи Божьей вам спасти, сохрани вас Господь, с Богом. В ответ призывники дали обещание служить с честью и с достоинством. Ведь повестка из военкомата никого из них не пугает. Скорее наоборот, юноши стремятся пополнить ряды военнослужащих, понимая, что без службы в армии они не смогут занять достойное место в жизни. Я готовлюсь к службе в армии, потому что это пригодится. Это нелегкие этапы, это проходили наши деды, отцы, и я думаю, это долг каждого на самом деле. Армия изменяет человека как-то в положительных целях. Без армии сейчас даже не поступишь в органы внутренних дел. Кульминацией торжественного мероприятия стало возложение цветов к вечному огню и вручение уваровским новобранцам памятных сувениров. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, НашГород. Спасибо. Спасибо.